Наша страна среди мировых лидеров по качеству школьного образования. Об этом говорили на выставке-форуме «Россия». Здесь же открыли тематический проект, посвященный науке и современным подходам в организации учебного процесса. Регионы представили свои достижения. У стенда Ульяновской области организованы мастер-классы. Их авторами стали педагоги и наставники районных и городских школ. От привычных стандартов решили отойти. Так, на одной из площадок раскрыли нетрадиционную технику рисования. Каждый считает, что, чтобы стать художником, нужно иметь много смелости и мужества. Но я считаю, что абсолютно каждый может рисовать. И в каждом из нас живет именно та искра, которая позволяет нам быть творческими людьми. Творческий подход виден и на соседних стендах. Один из проектов представил лицей ядерных технологий. Педагогический состав из города Атомщиков детально продумал концепцию макета современной школы, чтобы в дальнейшем задумку смог повторить даже ребенок. Был разработан проект всей школы со всеми прилегающими территориями, со спортплощадками. Он интересен тем, что ребята учатся здесь пространственному мышлению. И в школе есть полный набор лабораторий для того, чтобы этот макет сделали и сами школьники. Макет расписан вручную. А вот основа изготовлена с помощью современного оборудования – лазерно-гравировального станка. Он поступил в лице по национальному проекту образования. Программа, утвержденная правительством России, дает возможность разнообразить процесс обучения, акцентировать внимание детей не только на теории точных и естественных наук, но и создать площадку для практических занятий. В них вовлечены как школьники, так и студенты колледжей и вузов. Регион готовит квалифицированные кадры для авиационной отрасли. И это лишь одно из перспективных направлений. Очень символично, что за мной как раз часть самолета, которая изготавливается на приятии расположенного в Январьской области, ну, как я называю, авиастар, с которым наш авиационный курс вошел в проект профессионалитета, для которого мы готовим кадры. Такая модель образования дает возможность детям с юных лет найти свое призвание в жизни. В школе учителя отмечают способности ребенка, а педагоги дополнительного образования и колледжей помогают раскрыть потенциал. И уже к моменту поступления в вуз студент точно знает, какой дорогой идти к профессии. Перспективам отечественной системы обучения посвятили пленарную часть тематического дня образования форума «Россия». Здесь же обсудили президентские программы строительства и капитального ремонта школ и детских садов в поддержке педагогического сообщества.